здравствуйте зрители моего канала и сегодня я покажу кошение травы не просто травы а таких вот мощных вот зарослей бурьяна как его у нас называют отсутствовал я у себя на участке чуть больше недели но за это время очень прям интенсивно поросла трава и теперь я с помощью ручной косы буду ее выкашивать что касается ручной косы это не критикуйте меня я не профессиональный косарь все таки я родился в городе у меня не было такого опыта но тем не менее как-никак я и выкашиваю довольно нормально то что нужно вот такой вот особенно бурьян ей очень хорошо работать потому что в неизвестных местах косить бензокосой если косить диском то есть риск нарваться на какие-то препятствия виде камней толстых веток которые как бы из из-за этого произойдет удар диска по ним и это чревато поломками бензокосы а если косить леской это куда более безопаснее но такую как бы траву такие заросли бурьян леска не берет то есть леска просто там разлетается вот из-за этого я буду косить ручной косой ну а вы посмотрите коса у меня вот такая номер шестерка именно вот для таких джунглей не стоит брать более длинные там семерки восьмерки вот в принципе шестерка это как раз то что надо вот как раз по бурьяну что касается вот косовища то у меня вот она такое покупное металлическая очень удобная но мне нравится с двумя ручками изогнутая как-то называется французская если я не ошибаюсь ну как бы она в работе это косовища она удобно что касается заточки то я сам отбиваю и точу косу как нибудь я вам отдельно покажу это видео как я это делаю ну а теперь вот посмотрите как я кашу здесь я вот уже покосил сейчас тоже покажу вот здесь уже все покошено ну как бы основное чтобы вот можно было нормально проходить на родник это опять вот здесь вот родник который я вам уже в одном из видео показывал тропинка к нему поэтому здесь все должно быть аккуратно красиво и сейчас я буду это делать вот здесь вот видно что тут я немного уже покосил тропинки на родник но здесь стоят настоящие дебри такие прям реальные дебри из бурьяна то есть тут как бы трудно ходить и вот сейчас с помощью косы я это покажу прошу не судить строго так так Продолжение следует... 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 А вот это вот справа от тропинки на родник, когда-то здесь была дорога, потом там размыло, автомобили уже проехать не могут, однако там по-прежнему ходят люди, это короткая дорога, и она используется для пешего перемещения, поэтому я тоже там покосил. И вот тоже собрал здесь вот граблями вот такой вот сухой бурьян. Вот такая куча образовалась после того, как я все сгреб граблями. Здесь не только бурьян, а также еще жесткие стебли ежевики, это ежевика сизая, у нас ее достаточно много произрастает, а здесь вот лежат грабли, и мне еще предстоит сейчас все сгрести. Вот эта вот куча уже собрана, она там очень большая, я ее буду вывозить в яму, я как бы вот всю органику собираю и затем вывожу в яму, где она перегнивает, и потом становится таким плодородным субстратом, на котором могут затем произрастать деревья. Сейчас я все вот это сгребаю граблями, еще одну кучу формирую, и все это будет вывезено на строительной тачке. Мне очень нравится вывозить все строительной тачкой, это очень удобно, потому что на одноколесной тачке легко можно проехать по таким узким тропинкам, и удобно вывозить разные органические вот такие остатки, будь то сухие листья, или вот скошенная трава, или какая-то солома, ну и так далее, вплоть до различных там веток и прочего. Я это все отправляю в яму, и вот таким образом у меня ликвидируются разные там неровности рельефа. А сейчас я продолжаю вот сгребать в кучу то, что я выкосил ручной косой, очень довольно такой объемный, здесь этот весь органический материал, но по мере того, как он будет гнить, он будет уменьшаться в размерах, и его объем будет сокращаться. Теперь вот люди смогут уже очень удобно проходить за водой на родник, им тут ничего не будет препятствовать, я все-таки вот все это выкосил, и еще вот секаторами пообстригал ветки, тем самым приведя в порядок тропинку. Это был выпуск из рубрики сельские будни, кому понравилось подписывайтесь на канал, ставьте лайки, я вам буду снимать еще множество других интересных видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok